В первую очередь я хотел поздравить всех жителей, простых людей, Тульской области, города, Тулу, всех болельщиков, хотел поздравить за фантастическую атмосферу, не на сегодняшней игре, но, наверное, будет правильно сказать, на сегодняшнем празднике. Действительно, атмосфера была потрясающая, несмотря на холодную погоду, несмотря на дождь, действительно, как мы говорим, 12-й игрок, 12-й игрок еще присутствовал, в полной мере на 100%. По игре, конечно же, можно, игру Ахрикс Рас можно очень коротко, переграли по всем статьям, но меня огорчил только один момент, то, что мы пропустили, после счета 3-0, впервые ребятам сказал, и сколько пожелал, сколько потребовал, сыграть на ноль. К сожалению, дали создать в 2-м тайме 3 голевых момента, один из которых закончился горлом. Немножко это меня и расстроило, но про наши голы говорить, конечно, то, что Ваня сказал, первые, третьи голы были, на мой взгляд, могут эти голы претендовать на лучшие голы сезона в первой лиге. Но, честно говоря, мне не хотелось бы, обращаясь к вам уже, чтобы вы сейчас много писали, много говорили, дифераблы пели в нашей команде, нашим игрокам, поскольку чемпионат только начинается, и не хотелось бы, чтобы кто-то из наших футболистов, а такое часто, к сожалению, случается, подал эйфорию, поскольку впереди еще очень-очень большой отрезок чемпионата. Вот на кратке такой комментарий. Вопрос, пожалуйста. Неужели нет вопроса? Чтобы не пить дифераблы, Дмитрий Андреевич, нужно найти какие-то слабые места в игре команды. Подскажите нам. А это уже, знаете, вопрос задавайте соперников. Пусть они, в следующем роман с Варенбургой, пусть соперники ищут слабые места в нашей игре. Конечно, хотелось бы, чтобы на них не нашли до 36-го тура. Но, конечно, мы отдаемся отчетам, что будет очень-очень легко. На данный момент могу сказать, что в любом случае, несмотря на сегодняшний результат, команда может играть гораздо лучше. Поскольку, и в прошлом году, вы помните, Моя Слава, то, что сказал, что все-таки понадобится 5-6-7 тура, для того, чтобы было более-менее взаимодействие, взаимопонимая. Мы сейчас к этому еще только идем. Но не хочу сказать, что играем плохо. Играем, конечно, процентов, может быть, на 60-70 от нашего потенциала. Получается... Вторая пара нападающих вас не оправдала ваших ожиданий, да? То есть, в результате уже опасный момент до наших врагов? Да нет, почему? Ну, мы можем пропустить со стандартного положения. Там и Маслов должен оказаться, и должен оказаться Тимохин. Защипники, невнимательно. Вот что я не сказал, сейчас в разделах. Концентрация должна присутствовать. Ну, до последних секунд. К сожалению, как я уже сказал, мы пропустили. Пожалуйста, еще вопросы. Как известно, то, что дождь, это спартаковская, это как раз погода. Оказалось, что теперь Арсенал тоже, можно сказать, как дождь. Не всегда, да, я уже говорил, что мне всегда нравится играть в такую погоду. Ребята, я все сказал, что, на мой взгляд, идеальные условия для болельщиков холода, для нас, тренеров. А для вас, для ребят, конечно, идеальная, идеальная, то, что играли в футбол. Все это ухватилось в хороший счет, красивый главный. Пожалуйста, вопросы еще. Дмитрий Анатольевич, наверное, не от хорошей жизни Макаренко стал играть в раннем хава. Ну да, конечно, для Саши непривычно эта позиция. Но я с ним поговорил, в принципе, объяснил, как нужно действовать на этой позиции. Ну, я считаю, что он очень-очень уверенно сыграл. Учитывая то, что практически на этой позиции, когда играл, отдал в эту передачу Саше. Поэтому и самодача Саша очень хорошая. Ну, в Сибириах что-то играет. Поэтому, Саша, как и все, сегодня отыграли хорошо. Шилов, за это не попал по медицинским показаниям? Проблемы создали. Кузнецов вообще прям в круге появится. Знаете, сегодня мне сказали, что у него еще какие-то проблемы еще все-таки с коленом существуют. А с овоих постановлений ничего пока стоит. Как только информация не узнает. Пожалуйста, еще вопросы. Перед матчем, опять к вопросу о защите. По стыковым матчам, помню, оба матча с крыльями, откровенно просматривали слабость защиты. Это явно было видно, да? И вот по первому, там где-то в каких-то обзорах проходили моменты, что Хабаровск слабость защиты. Ну, не знаю, если мы все-таки тренеры просматриваем со своих соперами. Я в первую очередь смотрю по несколько раз, соперников анализируют, игру пропал. В соответствии, я наношу это для ребят на теоретическую занятию. Конечно же, у них были проблемы, то, о чем я ребятам говорил на теории. Хорошо, что мы воспользуемся слабым местом Бороди Хабаровска. Пожалуйста, еще вопросы. Дмитрий Анатольевич, у нас пока в заявке всего один молодой игрок, Сергей. Планируется, мы дозвижим еще один, Борис. Уже, шесть два игрока появится. Только не пишите ничего хорошего про Кутинова. Я считаю, что Кутинсу ничего сверхъестественного не сделает. Он просто очень хорошо выполнил свою работу. Договорились? Так и напишите. Очень хорошо выполнил свою работу. Первый гол хороший. Да, так Вальдес правильно сказал, что первый гол придал большое значение. Не вообще в целом игре. Хорошо, что мы забили. И уже, в принципе, после второго, третьего гола, игра уже ввозь. Первый гол, конечно, очень важен. Впервые вы наверняка игрокам сказали, что не расслаблялись, а также и играли. Да, хотелось бы сказать, что вы, во-первых, отбежу, посказали, сыграть на ноль. А во-вторых, раскрепоститься и уже прибавить в качестве игры. Дмитрий Анатольевич, не боитесь, что уже начнут следить за нашими нападающими команды другого уровня? Не отберут у нас их до сентября? Может быть, вам этого не хочется оболечь, ну, конечно, не хочется, чтобы мы потеряли многих нападающих. Но со своей стороны могу сказать, что ничего плохого не вижу. Если какая-то команда обратится с предложением, то почему мы с вами попробуем на более высоком уровне? Я препятствовать не буду. Я вам сразу скажу. Просто, может быть, в какой-то степени для нашей будет заслугивание бюджетного штаба в том, что эти ребята раскрываются. Поэтому я сейчас повторяю, с любым я могу переговорить, если такой шанс у каждого предоставится, либо по атаке, либо по защите, такой шанс, конечно, не достанет. Будем заниматься поисками, соответственно, тех игроков, которые могут распакинуть в зимний трансфер. Да, но 1 сентября никто не уйдет. Филимонову достойная замена есть у нас? Филимонову достойная замена есть у нас? В индустрии уритара есть.